На улице минус 20, но для православных людей мороз не преграда. Сотни верующих стягиваются на территорию стадиона арены Химки. Многие приехали из других городов Подмосковья, зная, что в Химках на высшем уровне проводят один из главных православных праздников – Крещение Господне. Молитва на освящение воды знаменует начало праздничного обряда. Для людей подготовили три купели, теплую для детей и новичков. Две остальных, без подогрева, поделили на женскую и мужскую. В числе тех, кто уже не первый год соблюдает традицию омовения – глава города Дмитрий Волошин. Как обычно, он погружается в ледяную воду. Многие же химчане, в том числе женщины и дети, выбрали более комфортное купание в теплой воде. Мы теплую купили-то выбрали. Ну, потому что как бы не совсем созрело еще для этого, прохладно. А вы какой год уже купаетесь? Четвертый. Четвертый? Да, но все равно пока еще как бы. Так, захотелось тепленькой водички. Ой, вы знаете, мне клево понравилось. Я первый раз, поэтому здорово, здорово, здорово. Всем советую, для здоровья прям огонь. Огонь. С какими мыслями вы-то пришли сегодня сюда? Пришла. Если я это смогу сделать, все мои близкие поправятся. Будут живыми и здоровыми. Это самое главное. Как всегда, организация праздника прошла на высоком уровне. Для химчан подготовили теплые мужские и женские раздевалки на стил для подхода к воде. Члены общественной палаты, как и в прошлом году, установили мобильные бани. Эта баня протапливается примерно минут за 40 до температуры 90 градусов. Просчитывая примерно на 4 человека. Поставили ее для того, чтобы люди после купели зашли погреться в нее, чтобы не замерзли. Очень многие заходят с детьми туда, там их одевают детей, чтобы было тепло сразу выйти на мороз. Но в целом народ идет. Не все рискнули купаться в такой мороз, но очень достаточно много народу пришло на этот праздник. Всех химчан с крещением, всем здоровья, главное не болеть. Ну а всех проголодавшихся на празднике угощали сладостями и чаем. Для этого установили огромный самовар. Это чудо из Ярославля на 300 литров. Прожигать надо часа до три. Традиционно за порядком на празднике следили десятки правоохранителей и спасателей. В этом году за безопасностью людей бок о бок с сотрудниками Хемспаса следили и члены Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Неподготовленный человек может не рассчитать свои собственные силы. У него может свести ногу или он может потерять сознание. К счастью, происшествий не было и ничто не обрачило позитивного настроения людей. Ежегодно в городе уделяют пристальное внимание этому православному празднику. Химки, как всегда, традиционно организуют все на высоком уровне. И сегодня, несмотря на то, что сейчас на улице минус 20, мы видим с вами, что достаточно большое количество людей находится на мероприятии. Для нас это настоящий большой праздник. И вот мы традиционно и будем в таком духе дальше продолжать. Традиционно арена Химки не единственное место проведения православного праздника. В этом году окунуться в купели можно было также в парке Эко-Берег в микрорайоне Левобережный, в микрорайоне Сходни-Ферсановка в парке имени Величко и в парке Подрезково. Кстати, этот парк открыли всего полтора года назад. И празднование Крещения Господня здесь проходило впервые. Но также на должном высоком уровне. Для химчан здесь организовали теплые раздевалки, настил для подхода к купелям, бесплатное чаепитие. Волонтеры раздавали участникам праздника приятные и полезные сувениры – тапочки и полотенца. Очередь из желающих окунуться не уменьшалась в течение часа. Не первый раз уже. Сколько раз? Ой, уже 11 год. Все отлично, всем советую. Отлично вообще. Ну, сначала было холодно, главное было зайти. Вот, и потом сразу тепло и хорошо. Хорошее настроение. Первый раз, как оно? Он такой. Стрелки на месте. Подрезково также особое внимание уделили безопасности. У нас на мероприятии организованы службы экстренной помощи, медицинские работники, службы МЧС, полиция и спасатели. Ну, как правило, в первом часу ночи люди подтягиваются еще по своим соображениям. До двух часов, да, мы будем здесь находиться и принимать наших жителей, уважаемые. Поздравить жителей микрорайона Подрезково приехали депутаты городского совета. Дорогие друзья, сегодня светлый праздник Крещения Господня. Мороз, очень сильный мороз, но жители Подрезково пришли праздновать этот праздник. Будьте здоровы. Всего вам самого доброго. Пожелаю, самое главное, всем крепкого здоровья, благополучия. Всех с праздником. В этот раз, несмотря на морозы, в крещенских купаниях приняли участие несколько тысяч химчан. И с каждым годом их становится все больше. Считается, что даже в самый сильный мороз верующие не простужаются, а наоборот набираются сил на долгие годы. Александр Сергеев, Николай Забродин. Специально для Химки ТВ.